У меня есть предложение такого рода. Я понимаю, что, может быть, оно не созрело, но я думаю, что оно созреет, поскольку сам саботаж, чтобы продолжаться, оно очевидно. Мы придем в отварник, приглашаем примарок, кто захочется, может, пожалуйста, приходите. Но, мне кажется, нужно в повестку дня ставить в примарок, значит, у себя все, вопрос, а создать собрать, приглашать людей, советников, приглашать депутатов туда для обсуждения самой этой проблемы в том населённом пункте, где депутат не хочет приходить в институте, на заседание, значит, требовать стороны народа, чтобы он обязательно пришел и обсуждал, и голосовал за бюджет. Потому что куда это годится? Вот я хочу немножечко его подкорректировать, выступал примарком Чен Румуни. Он сказал, что 6 миллионов задолженность есть, но эта задолженность оригинальных властей в отношении к примарееку, к обложению. А в целом, еще то, что региональная власть не рассчиталась по дубовому работу только в общей сложности 16 миллионов. 50 по Грузии? 16, да, нет, по Грузии 74 миллиона. Вы понимаете? И примарком Румуни правильно не было такой ситуации раньше. А у нас сложилось почему? Потому что как снежный ком, знаете, вот накладывалось, накладывалось, перекидывалось. Несколько лет подряд мы получали от Северной Финансированной Северной Союзной Союзной. Бюджет наш позволял выделять себе на деньги на капложение. Но сам, главное, никто не контролировал, не реализировал эти объекты. Я уже много раз говорил про объекты, про Гайдальскую дорогу, которые я про реализировал на основании документов. Из 20 более чем миллионов рублей более половины денег не подтверждены, то есть не похищены. Теперь даже по Упре, по Четвертурге. Я задался вопрос о примаре на президенте. Оригинальная власть исполняет эти работы. Примарири просто остаются как статисты. На очистку реквей Лонга за 19-20 год выделено 5 миллионов рублей, но они не профинансированы. Вопрос другой. В предыдущие два года турецкая организация ТИКО по просьбе наших властей выделила туда же еще 3 миллиона рублей. Сейчас, секундочку, подождите, подождите. Я же вас не укрекаю, я просто лишь героя. Я знаю, могу вам детали раскрыть. Значит, когда было затопление, по 4 миллионов были выделены, где кто владеет информацией, где есть переезд автостанции, в сторону Болграда, туда потратили 3 миллиона рублей в 16-17 году. Правильно? Какие вы? Что? Ну, не понравилось. Я не то, что профинансировали, ТИКО, послушайте меня, пожалуйста. Я сейчас не конфликтирую, это речь или нет. Но я о другом. Никто ведь не контролировал, сколько фактически денег было потрачено. Поэтому вы предположите, поздравляете, что там, к примеру, пару миллиончиков важно посчитали. А почему бы и нет? Никто же это не контролировал в последние 5-6 лет. Именно ситуация подведена по этим долгам. Если сейчас сделать ревизии, а нужно их делать, тогда ревизию по всем этим объектам, поверьте мне, что у нас дефицита 74 миллиона рублей, у какого-то наложения них не будет, а денег будет больше в плюсе. В этом заложенная резиденте зарыва собака. Народом собрали свои функции не исполнило надежащим образом. И в этой ситуации сейчас мы должны каким-то образом выйти за эту ситуацию, разуклить. Исполком саботирует, влияет на них для депутатов. И правильно здесь коллеги говорят, что нужно созвать согласительную комиссию. Ну а с химией, если мы не можем принять постановление, мы за. Мы готовы, и поверьте мне, что когда мы начали обсуждать в начале декабря бюджет, я сказал здесь Татьяне Николаеву, пожалуйста, я от себя лично готов работать по бюджету. У меня десятки запросов, у меня огромный, это такие документы, которые я получил. И сделали определенные выводы, исходя из фактов, из документов. Но сегодня это идет откровенная демонстрация саботажа. Саботаж, потому что, значит, башка другого должна признать полный крах, полный провал. Мы с вами должны удержать от дальнейшего пола просто к Грузии. Удержать. Даже если это будет больно, даже если придется что-то урезать. Но, коль они саботируют, я прошу всех, призываю даже еще раз повторно тех депутатов, которых нет сегодня, значит, проявить положение к собственному народу, понять ответственность, понять ответственность за свои действия, прийти во вторник в один час и в рабочем порядке принять сначала бюджет в первом части, а потом в рабочем режиме поработать в месяц и две недели, принять деньги для того, чтобы разблокировать бюджетную политику в Грузии. Иначе нас ждет финансовый крах. Этого мы не должны допустить. Спасибо.